Данное видео создано в развлекательной цели, все показано сегодня позже в Ройзе. Трэп! А мне семечек? А мне? Ребятки, всем здравствуйте! С вами Расхититель Мусорных Баков. И это новая серия, где я буду расхищать кормилицы и драть их как гиена. В прошлом видео на продаже находок с помойки было заработано вот столько. Посмотрим, сколько я заработаю в этом видео. И очень интересно, когда же я уже заработаю 100 тысяч рублей на продаже находок с помойки. Обязательно поставьте лайк на это видео. Досмотрите видео до конца, там будут топовые находки с помойки. И еще есть очень важная информация по поводу продажи наших находок. Терек мы будем продавать не только на Авито находки с помойки, а и в группе ВК. Группа называется Штребух. И весь ассортимент находок, который у нас есть на продажу, будет выложен туда. Так что пишите в сообщения группы, что кто хочет приобрести. Отправка по всей России за вас в счет. Да, ребятки, все топовые находки с помойки теперь будут продаваться еще и в группе ВК. Поэтому ссылка на нее в описании. Залетайте. И при покупке двух-трех вещей будет скидочка для вас. По промокоду Штребух. Залупа одна. Вот это нет. Вот это вещевидная кормилица. На тебя, толстовочка, Дим. На. О, барсеточку. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри. Форевер Йонг. Барсеточка целая. Продастся она. Смотри, вообще целая. И даже в бокс можно убрать. Смотри, шапка прикольная такая. Все сезон. Берем, короче, все. Ну, короче, вот эту сумку со шмотками. Все эти шмотки продадим рублей за сто. Даже за сто пятьдесят, да. Ой-ой-ой. Офигеть, ребят. Посмотрите, сколько спагетти. Я в шоке. Это целый пакет спагетти. С ресторана. Нифига себе они там наваривают спагетти. Ребят, столько спагетти в жизни я никогда не видел. Их, чтобы вы понимали, тут просто гора. Вот. Это спагетти кормилица. Кормилица усыпанная спагетти. Офигеть. Запах кисленький, кислятины. Блин, может попробовать реально? А ну-ка. Так, ребятки, сейчас буду пробовать. Может, они в целом и нормальные. Ребят, так они хорошие. Ребят, так они хорошие. Спагетти хорошие. Ммм, хорошие. Дима. Дима. Чего? Чего? Нет. А? Ну и зря. Хорошие они, ребят. Реально, они кислинкой не отдают. Я подумал, что они пропали. Бокальчик очень изысканный. Рюберти, Италия? Да, хорошие. Руссини Руберто. Обалдеть, итальянские. Давай. Обалдеть. Вот это тема, ребята. Итальянские шляпетки, ботиночки. 39 размер. Руссини Робенто. Вот столько стоит. Новые вот такие ботинки. Это мажоры выкинули. Охренеть. В хорошем состоянии. А, это другой вообще. Сколько тут пар их? Капец. Ребят, кто-то фанат вот таких ботиночек. Джорджио Армани. Ребят, оригинал. Да тут обуви тысяч на сто. Если по цене новой. Дай коробку из суммы. Ребят, коробка из суммы. Но это мажоры выкинули. Вот тут живут мажоры. Охренеть. Вот это да. Вот это капец. Ребят, Фред Фарман. Вот столько новый ботинок стоит. Охренеть. Руссини Роберто. Вот столько стоит новый. Офигеть. А это я не знаю какой бренд. Тут что-то бренд не написан. А это что? Фото Аманно. Вот столько стоит Фото Аманно. Ребят, это новые они столько стоят. Вот такие Джорджио Армяни Лакацакели. Вот столько новые стоят. Ребят, да я просто в шоке. Но этой обуви мы поживимся. Я думаю, ну сколько, Дим? Ну тут некоторые подорваны. Их подшивать надо. Чинить. Да я думаю, тут мы продадим это дороже. Вот эти вообще целые. Ребят, если у вас 39 размер и вам нравятся итальянские дорогие бренды кожаные, да? То заходите в мою группу ВК и покупайте. Там теперь у меня будет все продаваться. В моей группе ВК, ребятки. В группе ВК все будет продаваться. Вот эти Фото Армани. Все 39 размер. Все вот эти ботинки, я так понимаю, Армани. Тоже вот 39 размер. Все это продадим одним лотом. Вот кто любит подобную обувь. Тоже 39. Она новая стоит просто капец. Все вот эти все ботинки продадим за пару тысяч в моей группе ВК. Это очень дешево. Пишите в группу ВК, ссылка в описании. Быстрее, Дима, бомжи уже дерут наши кормилицы. А ты еле едешь. Привет, привет. Вот так меня встречают на кормилицах, ребятки. Вот она, кормилица. О, да тут сразу джинсички, Дима. Здесь, кстати, раз, два, три, четыре. Четыре пар джинсов, которые продадутся по 100 рублей за пару. Это значит 400 рублей в копилочку. О, тархунчик. Божественно. Самое главное, бесплатно. Вот это что такое? О, так это ж вот эти... Вязал кто-то шапку крутую. Это мине. Нет, это мине. Я не буду делиться. Фу, тут говном воняет. Вот перчатки хорошие купят такие за 50 рублей. Вот шарфик одень. А вот эту шапочку мине с ушками. Это сейчас мода пошла такие шапки вязать. Миней ее. Миней. 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 Какая сытная, корми. О, там сразу какой-то рюкзачок лежит, меня ждет. Ух ты. Для ноута рюкзак. А, так тут молнии жопа. Не-не, там прям порвана она. Ну, это вообще недорогое. Был бы он какой-то Xiaomi там. Ну, а в целом рюкзак хорошенький. Был когда-то. Обидно. Те, голяк? О, тут тоже неплохая кормилица. Вот. Пакеты из нее торчат. Вот. Кормилица. Да ну нахрен. Поды новые. Запечатанные. Жижи. Жижи новые. Испарики. Испарики. Ты когда пиздили последний раз? Объяснили вообще никогда. Никогда? Да. Значит начнут нахуй. Ребят, вы видели? Охренеть. Электронные сигареты жидкости. Прикинь, даже с чеком. Какой брак. Это все новое, чувак. Охренеть, ребят. Я в шоке. О, жижа топовая. Охренеть, все новое. А ты больше не лезь мне под руку. Я нашел. Ты хочешь... А, сука. Ну зачем, Дима? Ну хватит. Я уже из-за тебя, блин, зашуганный весь. Я боюсь постоянно. Ребят, вот это повезло. Я в шоке. Я первый раз в жизни нахожу поды новые прям. Запечатанные. Новые, ребят. Я в шоке. Давайте их осматривать, короче. Обзор пудиков от Штрыбуха. Садись, Дима. Ну все делим пополам. Понял? Аккуратненько, да, посмотрим. Доставай телефон, сразу гуглить будем. Я знаю, что он вот это. Новый, ага. Вот это новый. Новый. А этот уже распечатал. А там его нет? Одного пода нету? В этой коробке нету пода. А ты знаешь, где он, скорее всего, может в бачке? Он выпал, может. С той психичкой. Ну иди поищи пока, я тут осмотрю. Ребят, вот от них картриджи новые. Вот такой подик. Вопо. Вот он, запечатанный. Абсолютно новый. Модель. Смотрите. ВТХРУ ПРО. Спейс Грей. О, какой. Ребята, новый. Обалдеть. Смотрите, какой. О, там экранчик. Прикинь надпись. Вопро. Только тут новый испарик. Все запечатанное, ребят. Надо жижу заливать и тестировать. Ну вот, документация. Еще один испарик. Тайпсишечка. Зарядка. Дим, ну я его себе оставлю. Деду надо такой подик. Еще вот испарики новые. Ребят, новый стоит вот столько. А нам бесплатно. Жижи, смотрите, какие тоже топовые. Глич саус. Вот еще жижа запечатанная. Страмбери. Двадцать миллиграмм. Никотина. Все запечатанное. Дим, все мне. Ну что ты меньше поставил? А мне тоже я хочу. Короче, ребят, я оставлю это себе. Но вам ни в коем случае не советую это употреблять. А у меня зависимость, к сожалению. Вообще, всегда думайте головой и никогда не употребляйте вот это говно. Эта зависимость высывает. Дим, что хочешь сказать? Подики вызывают нечеловеческую зависимость. Так же, как одноразки. Да. А вот жижи, вот банановые. Эйс, эйс. Холодок. Блин, охренеть, ребят. А ну, давай чек посмотрим. Тут чек есть. Ребят, шесть тысяч. Смотрите. ВПРОВ. А вот он сколько стоит. А, там два штуки. Один стоит тысячу с чем-то рублей, получается. Тут два вейпа покупали, две тысячи. А, нет, чувак. Один вейп вот такой вот. Две тысячи сто девяносто рублей стоил. И вот эти еще омы. Вот тут разные испарики с разными омами. Короче, всего человек потратил шесть тысяч сто двадцать рублей. Даже с чеком. Охренеть. Вот это они живут. Я в шоке. Я на монтаже заметил такое, отчего просто охренел. Оказывается, в чеках, когда ты что-то покупаешь, теперь иногда пишут номер телефона. И в этом чеке, который я нашел вместе с вейпами, был номер телефона того человека, кто это, собственно, все и покупал. А купила и выбросила в помойку эти вейпы, оказывается, девушка, которую зовут Вероника. Прям на чеке даже имя написано. И сейчас я решил ей позвонить и узнать, почему она, собственно, это все выкинула в помойку. Мне очень интересно, потому что вейп-то полностью запечатанный, жижа новая. Почему она это выкинула? Вот это вопрос. Так, набираю, звоню. Кстати, номер у нее красивый такой, блин. Офигеть. Она точно не бедная. У нее в номере три шестерки. Алло. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. У меня к вам такой интересный вопрос. Вы выкидывали в помойку пот и жижу? Да. В общем, я это нашел в пакете. И чек там был, и там ваш номер телефона. Ой, ничего себе, вот вы это вообще... Я хотел спросить, а почему вы это все выкинули? Оно же новое. А потому что я его выбросила с мусором. Случайно. Случайно? Да. Капец. А я ему же пользуюсь неделю. Я поняла, это причем, когда уже уехал. Ну, пользуйтесь с удовольствием. Это удивительно. Я еще думала, что вот он будет теперь гнить. Ему даже никто не попользуется. Он абсолютно новый. Я не знаю, что вам сказать. А зачем вы позвонили мне? Да, мне просто было интересно, потому что я очень редко нахожу что-то новое. А вы ищете там что-то? Да, у меня канал на ютубе есть. Я просто случайно выбросила его вместе с мусором. И поняла это только, когда села в машину и уехала уже. Обалдеть. Ну, я должна была его вообще подарить. И в итоге я уехала, сделала свои дела, потом заехала, купила новый, такой же набор, и поехала, подарила. Ого! Как новые! Боксерские перчатки, ребят! Дай второй. Бинты эластичные. Как новые вообще, слегка грязные. Бинты эластичные тоже в комплекте. Продадим рублей за 700 на Авито. Просто бомба. Как новые. Модель Зшеноту. Зхеноту. Зшеноту. Вот столько новые стоят. А у них состояние, как у новых. Просто топ. Кормилица, кормилица. О, какая-то коробка. О, сухофруктики. Вау! Нифига себе. Папайя, палочи и со вкусом дыни. Обалдеть. Папайя. Вот это я буду перекусывать. Перекус себе буду устраивать. По пути. По кормилицам. По маршруту ехать и папайю кушать. Вот это да. Ну что ж, ребятки. Давайте пробовать вот эту папайю. Вот не помню, пробовал ли я когда-то в жизни вот эту папайю. Но кормилица, возможно, мне сейчас подарит новые вкусовые рецепторы. У меня дырки в зубах сладкое попало. Зуб заболел. А так вкусно. Помойка подкармливает. Ребят, зацените. Вот там на диване лежали вот эти две футболки. Первая вот такая. Найка оригинальная. Смотрите какая. Вообще неплохая. Футбольная, спортивная, полностью целая. Такую таскать не перетаскать. Ее можно за 50 рублей спокойно продать. А вот это самое интересное. Тоже Найк оригинальная и подписанная еще. Кингфит, мастер спорта. Прикольная. Мастер-тренер. Тренер какой-то носил. Ну тоже купят рублей за 50. Хотя вот эту вот можно и за 100 продать Найковскую. В секонд-хендах такие футболки, оригинальные Найк, продают вообще минимум по рублей 600-700. Вот так. Помойка одевает. Спасибо большое. Ну канал Стребух на Ютубе. Заходите. Скиньте мне смс-ка, я посмотрю. Хорошо. Спасибо вам большое. Я как раз отправлю это потом человеку, которому подарил нам итоги. Да, да. Тут целая история. Это круто. Спасибо. И вам спасибо за такую находку. Хорошо. Это вам на Новый год подарок от меня. Спасибо. До свидания. До свидания. Ребят, охренеть, да? Она случайно выкинула. Ну вот такое тоже бывает. Купила на подарок, выкинула случайно. Я думал, человек бросил курить. Ну короче, ставьте лайк за таких людей, которые бывают случайно что-то выкидывают и можно супер крутые темы найти в помойке. Помойка радует реально. Нифига мерин какой. Диски топовые. О, какая-то. О, нифига, Nike. Это что такое, Nike'овская? Вау. Размер S. Оригинальная. Ребята. Оригинальная Nike'овская вот такая вот куртка. Из баранины. Баранья куртка Nike. Оригинальная. Вот это рублей за 300 продастся. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие кроссовочки, ребят. На этой помойке темно, потому что она, видите, какая закрытая. Вообще на улице светло. Вот такие кроссовки целые. За 150 рублей отлетят. 150 рублей в копилочку дальше. Вот тут что-то тяжёлое в коробке. О, Дима, зацени. Две пары ботинков. Perfect Brand. И ещё вот такие. Тоже всё это продастся по 100 рублей. Держи. Вот ещё кроссовки. Дима тоже 100 рублей. 300 рублей в копилку. Три пары обуви. Вот ещё кеды. О, это не носки. Это шапка. В коробке. Select. О, прикинь. А носки с MP3 плеером. Шапка? Я не пойму с чем. Selected какой-то бренд. Внутри вшит. Или MP3 плеер, или что. Там три кнопки. А ну. Это MP3 плеер, походу, ребят. Вшитый внутрь. А, ну да. Вот гнездо под зарядку. А где под наушники? Чё за фигня? Чё это такое, ребят? Кто сталкивался с такими шапками? Напишите в комментариях. Первый раз в жизни нахожу. Встроенный вот тут Play Stop плюс-минус звук. Какая-то Bluetooth колонка, что ли. А как её заряжать? Где? Ой. А как музыку подключать? Или что? Bluetooth колоночка маленькая в шапке. Охренеть. Да. А вот от неё коробка. Охренеть. Она вот. Вот от неё же коробка. Музыкальная. Её за 600 рублей покупали. Представляете? Обалдеть. Вот это технологии. Вот ещё кеды за 100 рублей тоже продадутся. Ремень хороший, беленький, целый. Ремень за 50. Так, это уже 400. 550 рублей, ребят, с этого пакета уже. Вот шапка ещё вот такая. Это 50 рублей плюс 50-100. О, перчаточки кожаные неплохие мужские. Ещё 50. И ещё 50. О, носки новые. Это Диме носить. Обалдеть. Всё хорошее. Вот эти носки тоже Диме носить. Ну, короче, рублей 700 с этого пакета чисто поимели. Обалденно. А здесь что? Зубная щётка, что ли? А, ну да, зубная щётка и паста. Ну, это не продастся. О, кормилица вообще неплохая вот эта вот. И как будто там уже выносы с хаты стоят. Моя любимая находка. Одноразки. Орехи. О, обожаю орехи. От них очень так хорошо стоит мой дедородный орган. Я их поджарю. Обалдеть. Помойка кормит. Грецкие орехи, ребят. Тут они на каждом шагу растут. А вот в Питере они вообще дорогие. Давайте посмотрим на орешек. Вот, отличный орех, ребят. Вот. Не гнилой ничего. Вот, хорошенький. Атита. Стой, не показываем. Ребят, зацените, кто-то выкинул. Аттестат об основном общем образовании. Аттестат о среднем полном общем образовании. Всякие квитанции какие-то. А ну, дай-ка сумку. Да, я с виду хочу сумку посмотреть. Сумка кожаная. Там что-то есть, чувак. Да, я тоже хочу. Это мы всё равно на двоих поделимся, что ты там найдёшь. Смотри, студенческий билет. Обалдеть. Кто-то отучился и всё это в итоге выкинул в помойку. Ребят, ну от саттестата я просто в шоке. Кто-то ж отучился и всё это вот коту под хвост. О, а вот и телефон. Самсунг, да и догадаюсь. Да ладно, телефон? Да. С сим-картой. Ребят, битый Самсунг в этой сумке был. Зацените. Ну, это очень древний телефон. Сосунг. Ещё и битый хлам с батареей. Это S3 мини, походу. Ребят, GT-i8-190 модель. Но ушатанный он, конечно. Давайте попробуем включить. Может и включится. Но я очень сильно сомневаюсь. О, завибрировал, прикинь. Он завибрировал. Да ты гонишь. Слегка, правда. Ну да, дохлый телефон. Но прикольно. На запчасти продадим этот телефон рублей, наверное, за 200-150. О, ты слышал звук? Он запустился, но экран вообще не горит. Но телефон запустился в фоновом режиме. О, проволоку Дима нашёл для 3D-ручек. О, тоже рублей за 50 продастся. Так, а что у нас по рюкзаку вот этому? О, рюкзак вообще как новый, ребят. За 50 рублей со свистом отлетит. Из магазина Befri. Покажи, что урвал. О, Айкос, ребят. Айкос. Правда, индикация не светится. Но внутри ещё нет этой штуки. Короче, этот корпус рублей за 50 продастся. Выщевидная кормилица. Всякие вещички тут прикольные. Ну всё это продадоусся. Вот это вот. Дима, это для сюрприз-бокса. Ребят, кто не знал, мы с Димой собираем сюрприз-боксы из самых топовых находок с помойки. А это, кстати, копилка. Это мы покладём сюрприз-бокс. Сюрприз-боксы. Сюрприз-боксы, мы клави. Ребят, Диор. Коробочка. А в коробочке... Фуку, блядь, заебал ты нахуй. Ты там рылся, я у тебя из рук вытаскивал? Нет. Смотрите, какой капитан. Смешной. А вот это же этот лупсень. Пупсень этот с мультика. Ну тут прикольные артефакты. Плеер на тебе, mp3 плеер. Коробочку берём, лупсеня берём. Только, блядь. Я уже не шучу. Не трогай мой вынос. Расчёски берём, покупают вот это всё за копейки, правда. Нёрфы маленькие, мини-нёрфы. Ребят, даже с пульками. Обалденно. Заряжаем, проверяем. Стреляет, нет? Конечно, стреляет. Только пулька потерялась. Эти пистолетики по 50 рублей купят. Аккумулятор от ноутбука это за 50 рублей купят. Ещё один пистолет за 50 купят. Это в сюрприз-бокс. Вот там ройся, блядь. Это вот с этого я охуел. Ой-ой-ой-ой, пауэрбанк, ребят. Отойди от меня. Отойди. Ребят, я просто в шоке. Сколько тут всего классного. Блин, пистолет отлетел. Так, смотрим дальше. Чё у нас тут? О, нифига себе. Вот это мне, ребята. Балаклава обалденная вязаная. Охренеть. Вот это топ находка. Обалдеть. Давай ты всё складывай, потом покажем твои находки. Посмотрим. Вот это балаклава мне, ребят. Топовая капец. Охренеть. Вот эта помойка стиль дарит. Ребятки. А теперь я решил примерить вот эту модную шапочку. Напишите в комментариях, как вам. Идёт мне, не идёт. Стал я мёдный или нет. У меня печальные новости, ребята. Её коты обоссали. От неё очень сильно воняет кошачьей саниной. Но всё равно я померяю. Потому что такие маски не дешёвые. Я давно о такой мечтал. Я хотел вообще купить такую за деньги. Но зачем, когда кормилица дарит. Как по мне, маска огонь вообще. Буду её носить. Только надо постирать. А то такое чувство, что я нос коту под хвост сейчас засунул. Воняет очень дико саньём. Так, что тут дальше? Так, расчёсочку купят. Ой, как я люблю такие выносы. Смотрите, иголки для шитья. Это за 50 рублей купят. О, пульку вот эту берём. О, бальзам для губ топовый. Он даже остался. О, мешочек Диор, обалдеть. Точнее, тряпочка. Протирать мне что-то. От фирмы Диор. Походу, оригинальная. А вот и мешочек Диор. Берём. Так, вот тут вот. О, коробка, ребят, от айфона. Айфон XR здесь был когда-то. Но коробка лёгкая. Да, там только скрепка и всё. Обидно. Коробочку заберём на рынок. Может, кто-то её купит. Ребята, коробочку вот этого барахлишка оцениваю, ну, где-то в 300 рублей. Неплохо. А вот что Дима нашёл. Зацените. Новые ракетки в плёночках. Новые вот эти вот мячики. Вот этот комплект можно за две сотки вообще спокойно продать. Это для мангала тоже на вид как новая эта штучка. А это что? Игра какая-то настольная. Называется «Игра, которая научит думать». Интеллектуальный тренажёр для детей 9-12 лет. Прикольно. А это что? А, колушки для палатки. Вау, рублей за 50 тоже продадутся. Слушай, неплохо мы тут набрали всякого разного. Ого, тут стаканчиков. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Смотри какие табуретки. Это вешалки для вещей. Как будто новые. Свечки. Ну не думаю, что их купят. Я видел, что свечки выносили. Опа, опа, что это такое? Да ну нахуй. Это кубок. Кубок «Россия-2018». Охренеть. Он сделан из глины, походу. Ребята, обалдеть. Вот это кубок, я в шоке. Ребята, охренеть. Вот это кубок, я в шоке. Охренеть. Забираем. Я думаю, его купят. Ты что, гонишь? Фанаты футбола. Только аккуратненько заверни, а то глина развалится. Это, конечно, не оригинальный кубок. Кто шарит, напишите в комментариях. По чемпионату мира дарили вот это вот, наверное. Короче, вот этот кубок, я думаю, рублей за 200 купят. Убирай пока в пакет. Ребят, кабролинчик, это Диме заберем. Батча голубая. Я не знаю, что такое батча. На рынке. Там точно знают. О, антисептик для рук тоже пригодится. Да я же тебе говорил. Вот кроссовки на ходу повыпадали. А когда я пристегиваю, у меня ничего не выпадает. Я на шляпеток налетел. Ты на шляпеток? Чуть не разъебался. Дим, ну блин, аккуратнее. Ого. Это что, все обувь? Так тут пустые коробки, Дим. Кстати, коробки топовые. Что там, Дим? Ой-ой-ой-ой-ой, сколько обуви. Охренеть, там вынос хаты топовейший. Это все вынос хаты, ребят. Охренеть, это вынос хаты нашей мечты. Шмотки, куртки. Охренеть. Что жди-то, ты не сможешь теоретически все сам залутать. Делись. Дима, делись. Жадность тебя погубит. Дима. Давай, аккуратненько сейчас залутаем. Я просто в шоке. Сейчас будем это все осматривать. Сейчас прям в эти сумки сразу и уберем находки, если будут. Слушай, коробочки просто кайф. Столько коробок от обуви, можно было бы их и позабирать. Давай, вот в эту большую сумку сразу будем складывать вещи, какие тут будут. Вот кроссовки, рибок. Оригинальные, слушай, пойдут на продажу за 50 рублей, продадутся даже за 100. Так, ребят, считаем, 50 рублей кроссовки. Вот такие сапоги, но они подушатанные. Слушай, о, Made in Italy тогда купят 50 рублей еще. Так, здесь у меня памперсы, колготки. Служба безопасности Сбербанка. Удостоверение Сбербанка. Какая-то проводня. Презервативы и пусты управления от вот этих предметов. О, 18 плюс находочки, ребятки. Какие-то предметы, затычки. Ну, вы поняли, да, вот эти вот игрушки. Презервуары новые. Такие игрушечки вот эти вот. Сберегательная книжка, а сколько на ней бабок? Не, ну вот это интересно, конечно. Так, а вот тут что? Какие-то помпы, вот какая-то помпа непонятная. Ребят, ну это все вот так забираем. Продадим это рублей за 100. Проводня мелкая, зарядочки. Тоже вот так прям берем гарнитуры всякие от телефонов. Нокия, кстати. Все в идеальном состоянии. Это рублей за 100 продадим пакет. Игрушки для лепки. А тут не хватает штуки какой-то. Вот тут была штука. В этой сумке, ребят, были найдены вот такие вот диски. Я просто в шоке. Это я не могу показать. Потому что тут контент 21+. Но те, кто понял, тот понял, что на этих дисках... Ну, вот так я думаю... Ну, я думаю, вы поняли, что на этих дисках. Какие видеоматериалы. Так, дальше. Смотрите, что тут в коробке. Охренеть, что это такое? Какой-то прибор женский. Это еще из каких годов-то? 2000-х? Клитеральная помпа с вибрацией. Прикинь, вот такая тема. Помпа какая-то с вибрацией в коробке. Тесто получится ли такое вообще продать? Ну, я думаю, рублей за 200 продастся. Смотрите, Porsche модели. Книжка с тачками Porsche. Охренеть. Да это все, блин, продастся. Короче, я оцениваю всю эту сумку со шмотками. С Кельвин Кляйвеном и подобное. Что это все, блин, стоило бы 1100 новое. Да, да даже больше, наверное. Но куртку мы оставим себе. И там частично попродаем. Но я, короче, оцениваю всю эту сумку в 2000 рублей. Зачем разломали Нокию? Да я в шоке, блин. Зачем Нокию сломали? Ребят, вот Xiaomi тоже разломали на две части. Даже экран уцелел. Не, он отслоился жопой ему. Ребят, это очень бед. Очень бед. Очень бед. Вот это бед. Все взяли, поразламывали. Вот крышка от Ноки. Ну, зачем вот такое вот делать? Это стопак, чувак. Это не стопак. Это стопак. Фары, дай посотрю. А, нифига себе. Ребят, зацените комплект фар новых в коробке. Это мы себе оставим. Такое мы не будем продавать. А вот за телефоны реально обидно. Очень обидно. Но вот этот Xiaomi, он все равно старый. Даже если б он целый был бы, его продать было бы тяжело. Прикинь, новые кроссовки. Шляпные. Новые почти. Это шляпа. Вообще и в идеале. Это шляпа с Алиэкспресса, с рынка. Да, но все равно прикольно. О, тоже. Что это такое? Глошечка. Оу май гад. Тонкая. Глошечку нашел. Одноразочку. Витамины какие-то. И вот, походу, еще и зажигалочки. Сюда. Вот так. Я думаю, они все рабочие. Берем их, покупают по десяточке. Вот это-то. Какие в магазине десять рублей. Какие десять рублей-то, ебанбой? Ты шестьдесят, сорок, десять. Биг будет десять рублей стоить? Ой, ебать, я пернул. Нифига себе, какой букетик топовый. Охренеть. Шикарный. Да тут этот, Сковородкин, походу, поработал. Ты что, Дим, нашел? Помоечка кормит, ребятки. Это точно. Заебите нас находки сегодня. Подписывайтесь на канал Штрэмух и ставьте лайки. Да, ребятки, обязательно. Помоечка дарит веселье. Вот такие вот гелевые шарики. Вынос из хат. Это от чего? От палатки? Или что это? Это вынос чего-то запечатанного. Стой, куда полез? Быстрее, быстрее, быстрее. Ребят, я не знаю, что это. Что-то в коробках. Ребят, это что-то новое. Какие-то палатки. Аккуратно, не рви ты. Дай, дай. Ребят, тент интересинг. Детская палатка. Новые. Ребят, новые. Сколько их там штук? Можно не материться? Так, ребят, раз. Ну, короче, их там штук 25. Ребят, продать их можно на Авито. Это палатки детские с палками. Все, сборная палатка. Тент интересинг. Бэби-сид компания. Стоят новые вот столько в интернете. Нам совершенно бесплатно. И будем их продавать на Авито. Наверное, по 500 рублей за палатку. А их в квартире можно устанавливать. Причем тут не сезон? Я себе одну заберу. Вот, смотрите, ребят. Внутри палки. Ну и палатка. Полный комплект. Охренеть, все новое. Это ж кто-то закупился, потом не смог продать походу. Магазин какой-то, интернет-магазин прикрылся. Тут тоже, да, палатки? Ребят, а тут уже другого цвета. Тут уже для девочек розовые палатки. Охренеть. Ребят, охренеть. Как это вести? Вес, кстати, большой. Обалдеть. И вот один образец палатки кто-то уже раскладывал. Это какая-то большая. В общем, ребят, если считать по 500 рублей за одну палатку мы сможем продать, то сколько здесь? В одном ящике их штук 25. Умножить на 50. Прикинь, 25 тысяч рублей. Это если по 500 рублей за одну палатку. 25 тысяч рублей минимум мы сейчас заработали. Чувак, мы хотели открыть магаз, вот у нас уже товар для магазина новый абсолютно. Да эти палаточки по 500 рубасиков отлетят, я уверен. А теперь печальная история про эти палатки. Мы с Димой очень сильно понадеялись, что мы реально их продадим минимум по 500 рублей. И заработали бы плюс-минус 1025 с этих палаток. Загрузили их в самокаты, уже хотели оттуда отъезжать. И подходит девушка, говорит, типа, это я их выкинула, зачем вы их забрали? Это мои палатки. Что я их, типа, продавала. Потом мне начали поступать плохие отзывы по этих палатках. Проблема этих палатков, короче, в том, что у них материал линяет. То есть они выделяют краску. И дети, когда в них играли, вся кожа была у них или синяя, или розовая под цвет палатки. В итоге палатки бракованы, их на заводе как-то перекрасили. И в итоге она сказала, что я вам не дам их увезти. Что, мол, мы их будем продавать. Ну, как только я узнал, что они бракованы, я уже понял, что, ну, я сам бы их не продавал. Нафиг оно надо. Нам тоже плохие отзывы не нужны. В итоге она говорит, я ей полицию сейчас вызову. Я сейчас мужу позвоню. Я вам не дам никак их забрать. И мы в итоге их выбросили обратно в помойку. И вот такая вот грустная история. Минус 25 тысяч рублей. И, кстати, мы потом по второму кругу поехали по помойкам. Заехали на эту помойку и увидели эти палатки в баке. Она их маслом залила, растительным. Представляете, чтобы никому не достались. Ну, с одной стороны, и правильно сделала. Ну, бывает всякое, да. Но мы жестко обломались. Минус 25 тысяч. Пипец. Минус 25 тысяч.